Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев, как всегда по вторникам «Археология. Человек». Мы сегодня будем говорить с кинорежиссёром, первый фильм которого я увидел 10 лет назад, и он сыграл некую роль в моей жизни. Отчасти, я должен сказать, даже в моём возвращении в Россию. Я жил на Западе тогда, 10 лет назад, и я думал уже вернуться, было множество различных причин. И в том числе ряд фильмов новых российского кино, которые вышли тогда в начале 2000-х годов, они как-то по-новому заставили меня взглянуть на страну. Это была картина «Коктебель» режиссёра Бориса Хлебникова, который сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. И там был какой-то совершенно новый свежий взгляд на наше такое, в общем-то, запущенное упадочное пространство, увиденное глазами человека средних лет, мужчины, алкоголика, который, потеряв жену, запил. И, пытаясь найти какую-то новую опору в жизни, они со своим маленьким сынишкой, они едут на попутных машинах из Москвы в «Коктебель». И по ходу этого путешествия как-то совершенно удивительно раскрывается пространство России. И вот, увиденное глазами режиссёра, я совершенно иначе взглянул на страну и понял, что, невзирая на все эти сложности и свинцовые мерзости нашей жизни, можно увидеть в этой иногда гоголевский абсурд, а иногда что-то высокое и прекрасное. Так что, Борис, у нас сегодня в гостях. Ещё раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Борис, ну, давайте поговорим о... Напомню нашим слушателям, что фильмы Бориса, это было с тех пор ещё «Свободное плавание». Вот, собственно, даже наш эфир и хотел бы назвать «Свободное плавание» Борис Хлебников. Был фильм «Сумасшедшая помощь» про белорусского гастарбайтера в Москве. И вот последние два фильма, это вышедший осенью прошлого года «Пока ночи не разлучит», такая комедия, гениоль такого своего рода, разыгранный в ресторане, ну, такой умышленный ресторан, да? Это ресторан «Пушкин», да, ведь изначально был? Ну, изначально это был ресторан «Пушкин», но там просто по финансовым причинам мы не смогли снимать. Да, не удалось, не удалось снимать. И вот сейчас, буквально через несколько недель, выходит последний фильм Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь». Так что вот об этих двух последних картинах хотелось бы поговорить. Ой, господи, нельзя же говорить «последние» теперь у нас такие. Нет, можно, можно. Я как раз вот это крайние, я очень не люблю. Нет, я ненавижу, когда это крайние картины. Да-да-да, последние мне больше нравится. Там «Руку через порог не подавать», но всё это «Нож лезвием не подавать», всё это такие наши. «Браковесие на марше». Меня, прежде всего, интересует то, как вы снимали фильм «Пока ночь не разлучит», вот этот вот, ну это не краудсорсинга как-то назвать, то, что у вас было всего 100 тысяч долларов, а остальные деньги вы хотели вернуть от проката. Как вот экономическая схема, это сработало? Ну, в общем-то, да, сработало, мы вышли, так скажем, в ноль в прокате, и вот сейчас уже всё, вот он как бы окончательно закончился, и произошли некие продажи на телевидении, на какие-то территории бывшего СНГ, и вот эти деньги, как только они, собственно говоря, материализуются, то они пойдут на зарплаты всех участников этого проекта. Которые, скажем, участвовали вот на таких вот основах добровольно, учитывая, что потом когда-то, может быть, что-то получат. Ну, мы все, да, вот весь состав актёра, оператор, режиссёр, художники, продюсеры, все работали на, собственно говоря, ну, как бы за определённый процесс, процент от проката. Да, учитывая, что у вас достаточно звёздный состав, там, и известные все, там, и Шнуров, и Уткин, и Долецкая, и Дуня Смирнова. Ну, вот, на моё удивление, все как-то согласились, и ни один человек не отказался, и было очень интересно. Но это эксперимент был, или это работающая экономическая модель? Ну, знаете, я думаю, что абсолютно рабочая в данном случае, потому что, в общем, ну, как бы, вот все контракты подписаны, мы ждём этих денег, и я думаю, что в течение двух месяцев мы расплатимся со всеми. Во-вторых, для меня это, наверное, тоже какой-то принципиальный момент, потому что, ну, в отличие от, например, обычных наших схем, вообще, в принципе, нашей какой-то общей экономической системы, когда во всех областях нашей жизни люди зарабатывают на производстве, вот, а не на конечном результате, то в данном случае это как раз абсолютно попытка заработать на результате, и, ну, на результате труда. Здесь очень, да, это появляется в последнее время, вот, Кольта, сайт Кольта на этом работает, или вот сейчас появляется, если вам понравилась статья, переведите какие-то деньги автору. Очень, ну, это такая модель экономической некой постматериальной цивилизации, как скрипач, который играет в метро, вот, как, собственно, наиграл, или там гитарист, да, музыку, так и заработал. Да, мне кажется, она нормальная абсолютно, ну, как, ну, смотрите, вот мы строим этот олимпийский город в Сочи, но понятно же, что все зарабатывают на производстве, исключительно, а не на качестве этих построек. Строят люди дороги, соответственно, они зарабатывают точно так же на производстве, а не на качестве дорог. Снимают у нас сериалы и кино, и, по большей части, люди зарабатывают на производстве, а не на результате. Люди осваивают бюджет. Вот мне наше кино в этом смысле напоминает очень наш футбол. Какие-то совершенно упомрачительные зарплаты, не помню, как ты говорил, там с двух сторон играет, там, не знаю, 100 миллионов долларов играет на поле, бегает. Качество футбола абсолютно третий мир. Бывает 5-10 тысяч зрителей на стадионе, вот, против каких-нибудь там арен в Барселоне или Мюнхене, но при этом бегают вот эти вот, осваиваются сотни миллионов долларов, и эти деньги совершенно не зависят от результата, от качества. Вот с кино, по-моему, то же самое. Осваиваются какие-то гигантские миллионные бюджеты, а выходят фильмы, которые не буду называть, которые мы все видим в прокате. Ну, так и есть, потому что нету в результате какой-то вот такой вот, ну, как бы максимальной заинтересованности в конечном результате у всех. Когда вы снимали это кино, это был специфический фильм про Москву был? Вам хотелось какую-то такую, сделать социальную сатиру именно про новую московскую жизнь? Ну, я первый раз просто разглядел там Москву, это, ну, если рассказывать, то это текст, который был в большом городе, напечатан. Десять журналистов большого города в течение недели подслушивали разговоры в ресторане Пушкин. Потом их напечатали в журнале, и на основе вот этих документальных разговоров, подслушанных, мы и сняли эту всю историю. Ну, я там первый раз просто услышал как-то Москву, люди показались мне первый раз разнообразными, какими-то, ну, как бы очень точно скомпонованными в этой истории. И там как-то все-все-все присутствовали, вот условно говоря, как-то все виды. Ну, да, вот этого вот нового класса, процветающего, да, и бизнесмены, и пиарщики, и кинематографисты, как-то все это там представлено. Такой вербатим своего рода получился. Ну, вербатим, да. А потом как-то я никогда об этом не задумывался, а потом понял, что там почти все, кто сидят, это люди под 40. Это примерно все мои одноклассники, ну, такие как бы условные, вот мне тоже 40 лет, и я помню, как я выпускался из школы, и как совершенно было непонятно, что такое хорошо, что такое плохо, как вообще, ну, как-то вообще взаимодействовать в 90-м году с жизнью. И каждый придумывал себе абсолютно свою какую-то там вот шкалу ценностей, религию, еще что-то, ну, как вообще, как жить. Вот, и эти гигантские социальные лифты, которые опускали людей или куда-то, или зарабатывали огромные деньги, это вот те самые люди, которые сейчас вот сидят в ресторане, этот первый ужасно смешной, глупый, местами обаятельный, трогательный, вот этот вот первый, ну, как первое поколение богатых, оно всегда такое, оно всегда не знает, что делать с этими деньгами, оно его показывает, хвастается, и в полной растерянности, что со всем этим богатством делать. Ну да, показное потребление, вот это все, это тоже социологи называют, conspicuous consumption, показное потребление, веблен, да, то, что вот это вот праздная, теория праздного класса. Ну да, как-то, вы знаете, мало, мне кажется, об этом еще снято, кроме какой-то вот этой вот, так сказать, сериальной волны, такого большого рассказа об этом новом классе не было. Мне там очень понравилась у вас вот эта вот тема арфы, потому что арфа, вы знаете, она, по-моему, не в Тушкине, она в Тушкине, в Турандоте она играет, потому что у меня есть знакомая, которая находила арфистку и других музыкантов, потому что там в Турандоте настолько люди были зациклены на том, чтобы сделать аутентично, как в Версале, то есть они даже заказывали где-то во французских каких-то пошивочных мастерских платьях, как в Версале, чтобы все было как в эпоху Луи Каторза, вот, Людовика XIV, и даже вот эта вот моя знакомая делала кастинг людей, чтобы они были ростом не выше, там, метр шестьдесят пять, чтобы они были такого же роста, как в XVII веке. То есть вот это вот удивительное совершенно то, о чем вы говорите, пристрастие к каким-то внешним эффектам, которые где-то нигде в мире, пожалуй, не могут быть оценены. — Ну да, нет, ну а история-то тоже абсолютно практически документальная. — Сарфай. — Ну практически, да, потому что я дал почитать сценарий Шнурова, ну, то есть я совершенно не рассчитывал его снимать, а просто как товарищу дал почитать сценарий, он сказал, слушай, вот, ты знаешь, у меня есть такая история, что я кучу времени проводил в ресторане Пушкин и всегда мечтал дать в морду арфистке. Можешь мне написать такую вот линию, где исполнится моя мечта? Ну и, собственно говоря, я подумал, что это отличная история, ну, как бы еще один такой сквозной персонаж. — Ну она держит в результате всего, она драматургически очень срабатывает, потому что на эту арфистку и на нарастающее напряжение от первого до последнего кадра, она, собственно, драматургия фильма-то и нанизана. — Ну это вот спасибо Сергею, который признан. — Это идея. Вы знаете, что арфы еще, скажем, есть такое жутко дорогое место под названием АО «Медицина», вот такая поликлиника. Я тоже не знал, как-то однажды случайно туда зашел, рентген надо было по соседству сделать, я смотрю, там поликлиника, надо рентген сделать, зашел, и там фойе арфы играет. Это, чтобы сказать, там цены, по-моему, аж 10 средним выше, чем по Москве за медуслуги. И вот там ходишь, там все, так сказать, мрамором отделано на фойе, играет арфистка в поликлинике. Вот, значит, людей расслабляет. — Довольно зловеще это, на самом деле. — Ну, кстати, да, да. Хорошо хоть шапы на ней играет. — Ну да. — Похоронный марш. Вообще, мне кажется, это из 90-х. Вот такой, помните, был «Новый русский букварь», который там Катя Метелица делала. И в том числе они хотели... Не знаете такую книгу? — Нет. — Удивительная, кстати, порекомендую. И в том числе они хотели сделать самоучитель по игре на арфе для «Новых русских», где можно было бы играть Мурку в полной распальцовке. — Да. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях кинорежиссер Борис Хлебников. Мы продолжим после небольшого перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергея Медведева. Говорим сегодня с кинорежиссером Борисом Хлебниковым. В том числе о его последних фильмах. Это «Пока ночь не разлучит» и «Долгая счастливая жизнь». Борис, ну вот такой вот контраст. «Пока ночь не разлучит» — это такой фарс московский и такая провинциальная тема «Долгая счастливая жизнь». Фильм, который выходит буквально через несколько недель. Вам одинаково интересно снимать Москву и провинцию? — Ну, абсолютно. Потому что, ну, какая разница. Ты рассказываешь про людей. — Фактура. — Ну, влезаешь в эту ситуацию или в эту. Ну, как бы, интересно и то, и другое. — Это фильм про провинцию или это фильм некой какой-то такой экзистенциальный? Там вот это вот со свинофервами. Вам нужно было стать специалистом по свиноводству? — Ну, вы знаете как? Там, ну, там много, наверное, на самом деле каких-то ответов на этот вопрос. Сначала это была абсолютно просто такая жанровая история. Потом мы со сценаристом начали заниматься этим сельским хозяйством, ездить по фермерским всяким маленьким этим предприятиям, разговаривать с ними, брать интервью, смотреть, что происходит. И оказалось, что тема сельского хозяйства, она очень интересная вообще. И очень показательная вообще для нас. — Понимание России. — Для понимания вообще того, что происходит, да. И мы как-то в это сильно втянулись, и получилась какая-то совершенно другая история, которую задумывалось, не такая, может быть, там, жанровая. Вот, но в тот момент, когда мы... — Это история о фермере, который пытается открыть свиноводческое хозяйство, да? — Это история фермера, у которого есть маленькое хозяйство, и у него пытается его отобрать. Вот, собственно говоря, вся история. — Достаточно типичная для России. — Да, и, в общем-то, потом, когда, ну, собственно говоря, когда фокусируешься на каком-то конфликте, то, ну, как-то из новостей начинаешь их вытаскивать похожие случаи. Их действительно оказалось очень много, и они все связаны с малым бизнесом, который, ну, вот, когда... и это такой... получился очень такой, как бы, коренной конфликт, когда человек открывает какое-то предприятие, и у него что-то начинает получаться, его моментально отнимают. Во-вторых, его запутывают до такой степени, ну, как бы, вот, во всех инстанциях и во всех этих конфликтах, что он уже не может разобраться вообще ни в чем, вообще ни в чем. И дальше запутывается до того, что, в общем... Ну, в общем, собственно говоря, делает шаг вперед, и либо берет оружие, либо берет канистру с бензином и себя поджигает, либо кого-то застреливает, либо это, ну, какой-то конфликт там не до конца явно. Ну, в общем, это вот такой вот конфликт, когда человек не может найти правды, и из приличного нормального человека он становится преступником, по факту. — Я читал, когда, вот вы рассказывали об этом фильме, уже в процессе съемки фильма была некая подобная история, когда уже, так сказать, менты у него отбирали кусочек за кусочек бизнесом, и когда уже пришли отнять последнее, он просто, так сказать, во дворе взорвал машину. — Это было, это было на этой ферме 7 лет назад. То есть мы, когда уже снимали, просто узнали, что... — Я правильно описал эту историю? — Да, абсолютно правильно, но вот на этой ферме мы совершенно не подозревали этого, снимали, а потом где-то в середине съемок обнаружилось, что там вот происходила очень похожая история. — Насколько вообще реально, как вы сейчас вошли в эту тему, в России быть в таком мелкому фермере-одиночке? — Никак вообще нереально. Этим занимаются только романтики, совершенно не приспособленные к жизни. Люди, чудаки, приличные, хорошие все, абсолютно не понимающие, что это утопия. И максимум цикла — это там три года, после чего все разваливается. Это невозможно просто экономически, потому как устроены наши законы. — То есть только большое агрохозяйство может под себя это подмять? — Большое агрохозяйство, причем тоже где-то... Ну, это гигантское должно быть агрохозяйство, так скажем. — Ну, собственно, это какая-то, не знаю, там, Латифундия Цапков. Вот она работает на юге России. — Это еще это Черноземье. Где нету такой максимально плодородной земли, то это просто невозможно. — Ну да, а вы в Карелии, да, снимали, на севере? — Мы снимали в Карелии, да. Там были хозяйства большие, довольно картофельные, потому что там земля действительно очень хорошая для картошки. Но все это развалилось, и, ну, просто это невозможно в России сейчас при наших законах. Вообще нигде работать деревня. Сколько мы не спрашивали даже больших предпринимателей, которые занимаются сельским хозяйством, единственный вопрос, они на все вопросы отвечают, но единственный вопрос, на который они не могут ответить, что делать людям? Они говорят, мы не знаем, уезжать, либо, ну, как бы жить, ну, как бы непонятно как. Это действительно так, и это поражает, когда, ну, проезжаешь огромное количество этих деревень, где уже 20 лет не работали люди. Мало того, к сожалению, эти 20 лет, это довольно такой большой отрезок, и они уже и работать не могут. Они разучились, да, и в этом смысле это вот, это так, и это очень, ну, так впечатляет. Фактически, да, они могут только пить и воровать. Это ужасно звучит, как вот сидим мы тут в Москве, рассуждаем о народе, но вот, скажем, у нее есть знакомый, социолог Никита Покровский, мой коллега по высшей школе экономики, который не раз был у нас в эфире, у них есть вот уже, по-моему, лет 15, так называемый угорский проект, деревня Угра, Костромской области. Вот они ездят, наблюдают жизнь местного населения, туда едут на все лето, в эту деревню и живут. Вот то, что они рассказывают, это полная потеря способности и умения работать, любых трудовых навыков, чем даже когда приезжают богатые, так сказать, такие, с блажью какие-то богатые москвичи или питерцы, хотят давать деньги, хотят устраивать, люди все равно кончаются. О том, что они даже за деньги работать не могут. Это, с одной стороны, так, с другой стороны, немножко не так. Действительно, работать не могут многие. Значит, и если бы приехали, например, питерцы или москвичи, как вы говорите, и рассчитывали бы на то, что цикл того, как предприятие заработает, будет примерно 5-6 лет, когда люди будут отсеиваться и новые-новые приходить, и постепенно все заработают. Если они рассчитывают на 5-6 лет, что они будут только вкладывать деньги, тогда зарабатывают, и можно начать работать. И я знаю несколько таких, собственно говоря, историй, где очень богатые люди этим заняты, и у них получается. Если хотят, чтобы это за один год было, это невозможно. А вторая штука, которая мне очень интересна, которая сейчас возникла, совершенно для меня новая, и вообще, мне кажется, совершенно новая для провинции, самые умные, толковые, я не говорю, хорошие или плохие, но толковые, умные, предприимчивые люди перестали во что-либо верить. Верят только глупые. И вот эти толковые, они, собственно говоря, делают такие максимально партизанские хозяйства, максимально не зависящие никак от, скажем, экономики, страны, законов, еще чего-то. Это вот обособленные хозяйства, куда они нанимают вот этих глупых верующих, которые верят, что дадут пенсию, отберут пенсию, будет лучше, будет хуже. И эти, как раз, собственно говоря, на них работают. А самые умные, они вот сбивают такие абсолютно независимые хозяйства. Это какая-то очень новая штука, которая появилась. Вот. И она очень интересная. Я читал вот это вот то, что вот вы пишете, у вас там какое-то хозяйство было, где свиньи в блиндажах живут, в каких-то окопах, которые сами по себе сбегаются есть, и потом снова зарываются в эти блиндажи. Это, да, да. Это, ну, как бы такие причудливые есть вещи. И человек, который сидит, охраняет, чтобы насельчане их не воровали. Да, совершенно верно. Но это, как бы, это, скорее, более курьезные вещи. Но вот сейчас появляются такие, ну, такой вот, как бы, вот, наверное, в каком-то очень коренном смысле вот такой кулацкий класс, который вот как-то очень хочет обособленно жить, начать работать, и ему вообще наплевать на что-либо. И вот эти, и они довольно интересные люди. То есть, и у них как-то это начинает работать в том каком-то своем масштабе. Так, это же рассказать, такие герои Луцака Саморядова, похоже. Такие самодостаточные, независимые от государства люди. Да, ну, Луцака с Саморядовым, они все же обычно положительные. Здесь они очень разные. А здесь разные. Это может быть и браконьерство, это может быть, там, скажем, валка леса, это может быть... Ну, как бы очень разное, но все равно это хозяйство. Ну, да, в любом случае это все равно какое-то освоение оставшегося нам, доставшегося нам ресурса. Так и есть, это на самом деле очень радует. Мало того, в больших городах тоже происходит такое. И вот тоже мое большое очень впечатление, что вот от Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, они вдруг перестали быть провинцией сами для себя. Абсолютно новые ощущения, что людям вообще наплевать на Москву, им совершенно это неинтересно, и они вдруг себя почувствовали не на краю земли, а, ну, как бы в центре своей жизни. И они как-то вдруг начинают вот как бы жить своим городом. Не мечтой поездки в Москву, а именно своим городом. И вот как бы здесь сейчас это тоже новая какая-то очень штука, которую мне... Интересно, я не могу ее никак объяснить, но она вот происходит. Это ваше ощущение от российской провинции? Это вот то, что вы сейчас сказали, что есть какой-то шанс, есть какая-то надежда? Ну, вы знаете, я так вам скажу, что я абсолютно уверен, что самая главная наша проблема – это наша провинция. И нигде такого, ну, как бы чудовищной провинции нету, как у нас. И пока, ну, как бы не произойдет какой-то более или менее равноправной страны, вот, то ничего хорошего не будет. Я не могу делать выводы, что это там хорошо или плохо, но вот, понимаете, чем больше едешь, тем больше понимаешь, что нельзя говорить там, скажем, провинция, или там, скажем, все пьют, или все хорошие, или все такие-то. Вообще везде все разные. Везде все разные. И все это огромное разнообразие. Огромное разнообразие каких-то ситуаций, людей и вообще того, что происходит. Ну, вы об этом и снимаете, собственно. Об этом был ваш как-то бель о каких-то совершенно неожиданных, в том числе и гоголевских персонажах, вот это вот разнообразие. А ты об этом, по-моему, такой ваш провинциальный фильм, как «Свободное плавание». То есть вы получаете такого рода бытописатель вот этих вот новых форм жизни российской провинции? Да, вы знаете, я не бытописатель, просто вот меня научил сценарист, Александр Родионов, такой штуки, что мы берем очень много интервью перед тем, как начинаем что-то писать. И это очень здорово, потому что, ну, по многим причинам, но одна из причин та, что вы перестаете демонизировать какие-то ситуации. Как только вы, ну, как бы, близко очень подходите к ним, и начинаете общаться с людьми много-много, ну, вот идёт там человек, он кажется страшным. И вообще, как проезжаешь там какую-то деревню, и вот там пьяные люди, и всё это страшно. Нет, вылез из машины и начал как-то понимать, что там какая-то жизнь происходит. И такая, и такая, и сякая, и это очень всё разнообразно. Мне кажется, вот это вас очень сильно отличает от, ну, так скажем, поэтов российской чернухи. Ну, вот я не знаю, вспоминаю Лозницу, там «Счастье моё». Вот, вот там действительно вот как бы край уже, всё, дыра, вот эта чёрная дыра, вот он снимает фильмы про эту чёрную дыру. А вы пытаетесь в этой чёрной дыре найти какое-то, так сказать, вот как люди живут и выживают, и остаётся при этом людьми? Ну, да, я вообще, честно говоря, вот равнодушен к таким вот обобщениям, равнодушен к словам про загадочную русскую душу, про какой-то искажатель специальный, который стоит над нашей страной, завис и всё искажает, всё даже самое хорошее или всё самое плохое. То есть мне как-то кажется, что, во-первых, мы не какие-то особенные, обыкновенные, как и все, и, ну, и вообще как-то я, ну, не знаю, я с большим просто интересом к этому отношусь, и меня это не пугает, скажем так. Ну, здесь очень интересно то, что вы говорите вот это вот вербатим изначальность, будь то в Пушкине или ваши разговоры вот с людьми в провинции. Мне тоже, я, читая там разные вещи про вашу биографию, очень понравился эпизод, как вы в городе Мышкине ходили звонить, и при этом, так сказать, ждали паром и разговаривали с людьми местными. Ну, да. Расскажите, может быть, мне кажется, это очень любопытно. Ну, это было так, что там у меня не было тогда еще мобильного телефона, и, собственно говоря, мне нужно было на пароме переправляться каждый день, дозвониться до одного своего товарища, я никак не могу дозвониться, и каждый раз мне нужно было ждать обратного парома, и я покупал себе бутылку пива, садился, человек с бутылкой пива как-то сразу привлекает. Как Форест Гамп, примерно, со своим чемоданчиком, и люди подсаживались разговаривать. Совершенно верно, да, ну, совершенно каким-то разом, кто-то ведро картошки предлагал, кто-то вот икону из янтаря купить у него, кто-то еще что-то, и все рассказывали про свою ужасную жизнь там, и про то, что, ну, как бы, все очень плохо, и что это все, ну, как бы, работы нет, зарплаты нет, ну, как бы, вот эти, как раз, собственно говоря, вот те самые верующие люди, которые верят в то, что что-то произойдет помимо них. Вот, и я в тот момент был под большим впечатлением, и когда приезжал там, значит, вот друзьям рассказывал, как все ужасно, и тра-та-та, и все это вот, ну, как все мрачно устроено в городе Мышкине. А потом в какой-то момент я сидел, опять же, на берегу, и подплыла какая-то очень странная штука к берегу, это такая очень странная была действительно конструкция, это старая ржавая баржа, которой были приделаны огромные марктуэновские такие колеса, вот такого парохода марктуэновского. Или какая-то ласточка паратовская. Да-да-да, совершенно верно. И приводили эти колеса в движение, стоящие на вышке, на этой вот, собственно говоря, барже, стоял трактор, и от его, ну, собственно говоря, колес это все крутилось. Ну, какая-то безумная абсолютно конструкция, такой, ну, как бы, мне кажется, кустурица мог только придумать. Да-да-да, это чистая кустурица. Вот. Я с ними разговаривался, и они придумали эту штуку, сконструировали, возят мусор, зарабатывают деньги, металлолом, еще что-то, какие-то абсолютно, ну, вот такие. И я шел, собственно говоря, и понял, что после этого вот домой, и понял, что они как-то не аннулировали всех остальных людей. Ну, вот они придумали эту безумную штуку, возят мусор, зарабатывают деньги, абсолютно в этом смысле уверенно себя чувствуют. И как-то все эти люди мне, вот те, которые жаловались, стали в тот момент намного менее интересны. Потому что я понял, что, ну, как-то вот, пожалуйста, все можно делать, если как-то начинаешь как-то думать о чем-то. Ну, да, это вопрос, вопрос, что делать. Вот вы сейчас рассказываете, так интересно, а насколько вам может быть интересна документалистика? Вы же пробовали себя в документальном жанре, с Германией, да, по-моему, фильм снимали? Ну, мы с Лерой снимали кино, да, что тоже было очень любопытно, потому что я готовился к фильму про гастарбайтера, собственно говоря, вот эту сумасшедшую помощь. И вдруг предложили мне снять про белорусов кино, и мы с Лерой придумали кино... Про гастарбайтеров белорусов. Просто про белорусов. А мы придумали, ну, собственно говоря, у меня был шкурный интерес, исследование, и мы придумали такое кино, что мы находим белоруса в деревне, который едет в Москву на заработки, живем с ним последние как бы пять дней, и потом едем с ним в Москву, и как бы, как он пытается устроиться на работу, вот мы все его держим. Пять дней дома, поездка, и как он ищет работу в Москве. Вот, и, ну, как бы прям типичная история, и вот, значит, бедный белорус едет в Москву на заработки, чтобы прокормить семью. Ничего подобного. Мы приехали в прекрасное, значит, село, абсолютно как кубанские казаки в Белоруссии, значит, где, значит, очень такая крепкая и толковая жена, ее родители, дочка, сын, и абсолютный такой, значит, уставший, страшный от них человек, от всех, сорокалетний белорус, который, как выяснилось за эти пять дней, просто, собственно говоря, уезжает каждый раз на полгода в Москву. Отдохнуть. Отдохнуть от них, от всех, пропивает все деньги, потом хромой, помятый приезжает, отлеживает с полгода, дальше они его достают, ну, как бы опять максимально, и он уезжает вот так в Москву от них отдохнуть. Ну, вот, казалось бы, да, ну, то есть, абсолютно, ну, как бы сломан такой вот, ну, как бы архетип этой всей несчастной истории про... Вот, ну, такая вот... Ну, вы хотели бы в документальном жанре? Нет, никогда. Потому что я просто боюсь очень этого. Я очень люблю документальное кино, но... Но, понимаете, когда человек, там, скажем, ломает ногу, или твой герой разводится с женой, или, там, я не знаю, у него кто-то умирает, или какая-то там, как что-то происходит, это всегда огромная удача для документалиста. И меня вот это, честно говоря, всё как-то пугает, я не могу в этих удачах жить, вот так скажем. Документалистика очень сильно стоит на боли в этом смысле. Ну, да, и там в данном случае очень важно не помогать герою, а смотреть за ним и не влезать, ну, как бы в его жизнь. Это очень, ну, это, ну, для меня это, в общем, нерешённая какая-то... Да, антисетическое, вы правы. Вы знаете, я сейчас думаю о фотографии, вот, мне кажется, в современной репортажной фотографии это вопрос совершенно не разрешён. Вот я смотрел недавно, какие были World Press Photo, в «Коммерсанте» публиковали, там, из 10 лучших фотографий, 9 – это всё смерть, смерть, боль, 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 смерть, Сирия, убили ребёнка, человеку оторвало ногу. Или вот, скажем, тот знаменитый случай, после которого покончил с собой фотограф, вот, Кевин Картер, может быть, знаете, да, вот этого знаменитого, и он получил Пулитровскую премию, его снимок он в Африке, высиживал несколько часов, была умирающая от голода голодная девочка, и к ней подбирался Кондор, рядом сидел, и ждал, ну, вернее, там не Кондор, а стервятник, да, в Африке. Он ждал, когда умрёт эта девочка, стервятник. И вот он запечатлел вот это, за несколько часов он подождал, ждал, сделал этот кадр, и он получил, обошёл все, так сказать, экраны мира, все газеты мира про то, как умирающая африканская девочка с раздутым живаком, и к ней подбирается вот этот вот стервятник. Но его затравили после этого, несколько лет было фактически, а почему он не помог этой девочке? Ну, для меня тоже большой вопрос. И вот, понимаете, мораль. Ты должен донести страдания народов Африки, или ты должен конкретно помочь вот этой вот конкретной девочке, но при этом не получить Пулитровскую премию, и никто об этом не узнает. И вот то, что вы рассказываете, мне кажется, вот это вот эпизод. Да-да-да, это ровно то же самое. Борис Хлебников у нас сегодня в студии программы «Археология», а мы продолжим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер программы «Археология». У нас в гостях сегодня режиссёр Борис Хлебников, автор фильмов «Как ты бель», «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», и вот последние два фильма, которые сейчас вот заканчиваются прокат, «Пока ночь не разлучит», и «Долгая счастливая жизнь», фильм, который выходит буквально на днях в прокат. Мы поговорили о том, почему Борис не хочет быть документалистом, почему ему интереснее снимать игровое кино. Ну вот, смотрите, вы учились во ВГИКе, вы же учились на киноведа. Вы как-то киноведчески смотрите? Вы здесь это кино киноведа? У вас есть какие-то кинематографические, там, я не знаю, ориентиры? Да нет, я поступал не киноведчески, честно говоря, потому что боялся поступать куда-то ещё. Там был самый маленький конкурс просто на киноведческом. Я, конечно, хотел быть режиссёром, но как-то не решался и стеснялся. Но, с другой стороны, да, я киноман. Я, скорее, не киновед, я киноман. Есть какие-то свои более близкие? Не знаю, мне лично, и не я не первый, и не я первый заметил, ближе всего, кажется, там Каурисмяки. Вот эта вот мягкая ирония, показа абсурда повседневной жизни как-то очень напоминает. И Каурисмяки, безусловно, очень сильно на меня повлияло. И, честно говоря, я даже как-то вот в какой-то момент пытался и, собственно говоря, наверное, ну, как бы и отошёл от этой истории, потому что он на меня слишком давил. Это правда. Вот. Но... Да нет, их много очень, режиссёр, которых я люблю. Но у меня есть просто такая, к счастью, штука, то, что я очень рассеянный и у меня плохая память, поэтому они на меня не так сильно давят, как, например, на человека с хорошей памятью, потому что, ну... Ну, из вашего последнего опыта, что вы можете назвать, что вам интересно сейчас? Не говорю, что там влияет на вас, на ваше творчество, или не влияет, но вот ваш круг. Вы знаете, на меня произвели впечатление максимальные два фильма. Это «Последний бунт» и самое большое, наверное, впечатление на меня произвёл Джанго «Освобождённый». Угу. Это поразительная история абсолютного благородства Тарантино, который не сюсюкает с жертвой, не, как бы, не делает такую, как бы, слезливую историю в стиле, не знаю, «Белый бим, чёрное ухо» или... Да. Или, там, я не знаю, это само... Господи, этот фильм про Спилберга. Список Шиндлера. Список Шиндлера, да. Он абсолютно великодушно, благородно просто переламывает эту ситуацию, что он говорит, да никакие это не жертвы, никакие это не люди, которых нужно жалеть. Он просто им даёт в руки пистолеты, делает из них супергероев, как он сделал... С евреями. С евреями он сделал супергероев, и это здорово, что они, как бы, из жертв стали просто, ну, такими красавцами, которые мучат этих немцев, и прям... И это... В этом есть какое-то освобождение. Освобождение подсознания, то, что, может быть, мы представляем, как... Потому что, как бы, жалость, она... Она же тоже довольно унизительная. Вот, как бы, вот... Это унизительная штука, с которой он тоже расправляется. Он говорит, не надо их жалеть, они крутые. Он даёт в руки оружие, и они, оказывается, ну, как бы, ещё сильнее. Это вызывает у меня восторг. Просто как идея. Да, да. Действительно, очень-очень хороший в этом смысле фильм. Хорошая очень идея. Как всегда, Тарантино какие-то такие находят педали в нашем подсознании, которые раньше, по-моему, никто не находил. Борис, я хочу сейчас поговорить о вашем... Ну, шире. О вашей деятельности на поприще российского кино. Ведь киносоюз, вот всё, что вот это вот было, вся эта история, она вам по-прежнему интересна, нужна, зачем она вам была вот это вот участвовать в создании нового кинематографического объединения? Ну... Хотите что-то изменить в системе производства и проката всего российского кино? Да нет, я думаю, что это невозможно сделать нам силами. Киносоюзы, это, ну, намного более сложная штука. Нет, я думаю, что то, что сейчас происходит с киносоюзом, может быть, мне хотелось бы, что, может быть, это как-то энергичнее всё ну, как бы происходило. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы ради честности надо сказать, что я очень мало что сейчас делаю в киносоюзе. Но мне всё равно это всё очень нравится, потому что там нет какого-то раздувания щёк, там нету каких-то огромных задач и идей, а есть очень такая, как мне кажется, правильная, абсолютно профсоюзная работа, как с какими-то очень, ну, как бы, частными случаями, там, скажем, режиссёров их, проблемами с продюсерами и так далее, и так далее, какие-то очень, ну, частные вопросы, которые разбираются. И есть очень толково и здорово придуманные, там, двух-трёхдневные круглые столы, на которые действительно приезжает очень много очень важных, ну, как бы, важных действующих людей. и довольно много каких-то вырабатывается и предложений и по прокату, и по работам гильдий, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле это всё, ну, как бы, мне кажется, всё правильно происходит. Как бы вы организовывали прокат, вот, скажем, в идеальном случае, в идеальном государстве? Не знаю, ну, потому что то, что, скажем, я с точки зрения своего, ну, скажем, не самого большого киномана, то есть я отслеживаю какие-то вещи, но редко я хожу в кино, в том числе потому, что, я не знаю, даже в Москве 95 или 99% того, что идёт, ну, просто страшно даже зайти, да, какие-то просто цирковой балаган превратился. Вот, и те фильмы, ну, типа, даже ваших фильмов или там, я не знаю, там, Шапито, Шоу, Лобану было какой-то, один кинотеатр, два кинотеатра какие-то, ну, вот есть Пионер, есть 35 миллиметров, там, есть Ролан, есть Художественный. Ну, буквально по пальцам пересчитать обеих рок, можно кинотеатры, а остальной прокат это какая-то гигантская мега-машина, которая, вот, так сказать, хохочущая аудитория, перемалывающая эти мегатонны попкорна, пьющие тёплое пиво и смс-ящие с телефонов во время просмотра. Вот что с этим делать? Возможно ли эту ситуацию поменять? Или это то, к чему пришёл кинематограф, такая разновидность цирка? Это, во-первых, безусловно, и, ну, как бы, я в этом не вижу ничего не страшного, не там, не прекрасного, но это просто так, и всё. Вот, потому что, это было предсказуемо, потому что, на самом деле, то количество, то количество, как бы, вот технических придумок в кино, графики, компьютерной графики, вот этих, ну, как бы, всех, ну, как бы, обслуживающих шоу вещей сейчас, ну, как бы, производили и придумывали за последние 10 лет в кино. Ну, наверное, больше, чем за всю историю кинематографа. Это очень плотный, технический, такой вот, ну, как бы, взрыв произошёл. Да. Когда происходит плотный технический взрыв, то, естественно, ну, как бы, продюсерам и, как бы, индустрии интереснее всего обслуживать вот эти вещи, чтобы их показывать. Соответственно, ну, сильно страдает сценарий, история, смысл и прочее, прочее, прочее. Ну, это, ну, как бы, вот это первое следствие. Второе следствие, что, ну, как бы, у меня нету единого ответа на вопрос, что нужно делать с прокатом, потому что все говорят, например, про, там, скажем, французскую систему проката как идеальную. В чём она? Что там некий протекционизм, квоты на отечественные фильмы? Это очень аккуратно, но это, понимаете, это два огромных тома. Все говорят там только об одном, что, там, скажем, там, 50% от билета возвращается в, от зарубежных фильмов возвращается в казну, значит, ну, как бы, и в общую кассу национального кино и так далее, и так далее. Но это, это два огромных тома. То есть взять деньги, взять деньги у прокатчика и вернуть национальному кинематографисту. Но это один из пунктов. Понимаете? А кроме этого, там, история кино в школах, очень толково сделанная. А кроме этого, там, там, скажем, показы, ну, как бы, своего французского, ну, как бы, отечественного кино в, там, ну, не как у нас, да, там, скажем, там, 12 часов ночи, а в 7 часов без рекламы, с, с какой-то, ну, вступительным словом, там, какого-то киноведа и так далее. Там огромное количество вещей, ну, как бы, целая культура и воспитание отношения к кино, которое, ну, как бы, это очень, ну, большой комплекс всего. Ну, это, да, это культура вообще. Это культура вообще, Это культ культуры во Франции. Франция как культурная держава. Это культ культуры и вообще, как бы, уважение культуры, которое воспитывается, ну, довольно много. Ну, да, кино для французов как часть национального мифа, национального самоопределения, как язык, то, что они сами никогда не отдадут. Ну, да. То, что могло бы быть у нас, и, собственно, когда думаешь о том, что Россия, да, дала миру в 20 веке, и что несет век 21, ну, вот, хочется какие-то кинематографические вещи, и подумаешь о том, что смотрит там, не знаю, 90% населения у нас. И по телевидению в прайм-тайм, и в кинотеатрах. Ну, да. Да, это все, конечно, очень... Ну, я, честно говоря, просто думаю, что, ну, ничего в этом такого страшного нет, но есть же книжки, есть, есть кино на DVD, есть кино в интернете, который, ну, как бы, ну, не такое уж важное, правда, искусство кино, чтобы так по нему переживать. Намного важнее, чтобы там, скажем, люди книжки читали, а кино бог с ним. А вас, скажем, не пугает переход на другие носители, на интернет, на DVD? Вас удовлетворило бы, если бы знали, что ваши фильмы смотрят именно так? Да. А как же магия кинотеатра, большого коллективного просмотра? Ну, понимаете, ну, вот так, понимаете, кино вообще изменилось очень сильно. Оно очень сильно поменялось, это надо, это учитывать надо, потому что оно было важнейшим из искусств, потому что оно было главным, ну, как бы, пропагандистом. Да. Потом стал главным пропагандистом телек, сейчас там, наверное, интернет, да? Вот, и кино перестало быть главным из искусств. С одной стороны, с него сняло огромные вот эти обязанности, ну, пропагандиста и вот эти все цензурные вещи, потому что, в общем, ну, нет цензуры практически в кино. Да, она есть огромная на телевидении у нас, а в кино его нет. И с одной стороны, это, ну, как бы, намного проще, а с другой стороны, оно встало, да, вот в такие, как бы, маленькие, ряд маленьких искусств, как музыка, как, там, скажем, книги и прочее, прочее, прочее. Вот, и в этом смысле, ну, вот так произошло. Я думаю, как вот попытаться вернуть в кино истинность какую-то, искренность? Ну, опять-таки, ну, грубо говоря, что противопоставить Человеку-пауку? Потому что, понимаете, если брать кино с чисто рыночной точки зрения, как сделать? Вот здесь роскошная франшиза, вот Человек-паук, вот ты сделал еще одну франшизу, еще одну, и вот деньги отбиваются, люди жрут попкорн, так сказать, миллионные бюджеты приходят и уходят. А как попытаться вернуть к кинематографу вот эту вот какую-то его искренность, наивность? Может быть, через социальные проблемы? У нас, скажем, в России, мне кажется, очень мало, вот за исключением вас, еще там пары-пары коллег ваших, там, Сигарева, вот, то, что какое-то вот, ну, у него даже не социальное, экзистенциальное, но через социальное поданное. Я не вижу, чтобы у нас социальное кино снималось. Вот, скажем, глядясь, то, что во Франции делает, в Германии, там нормально могут запустить социальный фильм, и он соберет некий вот такой бокс-офис. Вот, у нас запусти социалку, вообще, едва деньги отобьешь. Ну, да, ну, в этом смысле, наверное, самое мудрое и самое, ну, как бы, оптимальное для кино, было сделано, конечно, в 70-е годы в Америке, когда, 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 столкнулись две вещи, огромная, вот эта, вина и совершенно, первый раз растерянность, огромной страны, после Вьетнама, когда вдруг выяснилось, что не все так хорошо, и что страна сделала, как бы, ну, страшное, и что вот этот, ну, как бы, образ ковбоя, вообще такой вечной Америки, это какая-то фигня, иллюзия, и вообще все, ну, как бы, все вот эти пошатнулись, абсолютно такие вот, ну, как бы, ну, пошатнулась американская мечта, а с другой стороны, и это потрясло кинематографистов, и как бы, вот это новое поколение, которое пришло там, Спилберг, Коппола, Лукас, Скорсезе, их это все потрясло, но с другой стороны, Америка, это такая страна, где нужно, что фильм должен зарабатывать деньги, и должен, ну, как бы, большую кассу приносить, и вот в это, вот в этой вилке, они делают абсолютно выдающиеся фильмы, когда даже рассказывая, там, скажем, вот ты прям, я 150 раз этот пример приводил, но это прям поразительная штука, когда Спилберг делает, фильм «Челюсть», это все равно антивьетнамский фильм, потому что, там, собственно говоря, очкарик, додик, такой еврей еще, значит, собственно говоря, в этом самом, в джинсовом костюме, с длинными волосами, сражается наравне с огромным, здоровым рыбаком, таким похожим на Джона Уэйна, и акула этого-то сожирает Джона Уэйна, а очкарик и додик побеждает, это очень важная мысль, она может быть, ну, как бы непонятно, ну, как бы вот так вот, ну, как буквально, но на подсознании это люди понимают, о чем речь идет. У Лукаса в «Звездных войнах», собственно говоря, герой сражается против черной силы, черная сила, это, ну, как бы поколение отцов, и отец, и у него, ну, собственно говоря, самая большая проблема, это вот эти отцы, это тоже абсолютно, как бы про Вьетнам. Крестный отец, это тоже очень социальная история того, что, когда, когда, и это очень сильный удар по американской, главному этому постулату, то, что самое главное – это семья, и вот, ну, как бы, а что все остальное, это не важно, самое главное – это семья, и он абсолютно это разрушает этот миф. То есть, бомба внесена в святая святых американского сознания. И в этом смысле, вот, ну, как бы, вот это вот сочетание жанра, слушайте, а какая замечательная, например, вот вещь, ну, собственно говоря, Индиана Джонс, когда человек, главный, вот для детей это очень важная штука, когда главный герой – это не шериф, это не, я не знаю, не полицейский, не супермен, а профессор археологии. Самый крутой человек на свете – это профессор, который, значит, скачет на конец, стреляет и так далее, потом приходит и преподает студентам. И он умный еще. Да? То есть, это вот эти вот, ну, как бы вещи, где есть сочетание очень важной социальной наблюдательности с жанром. это вот, наверное, самый оптимальный, как бы, ну, вот туннель к… Ну, да, в жанр вложить социальное содержание, которое людям самосознание как-то даст, и детям. Но вы все-таки не в этой стезе, вы снимаете даже не жанр, а вы снимаете, как бы, кино о жизни, кино про жизнь. Ну, я не умею это делать, да, и вообще это, ну, как бы наша, наверное, да и европейская культура это не умеет делать. Ну, да, вот я не случайно сказал про Францию и Германию, потому что, ну, все-таки разница Франция и Германия с нами, то, что там могут снять про повседневную жизнь, и оно будет иметь успех в прокате. Ну, скажем, ну, у нас тоже там бубен-барабан снимается, вот кино про жизнь, вот такое. А люди все равно идут на какие-нибудь, там, не знаю, жара, там, елки какие-нибудь, абсолютно вымышленные, ублюдочные, хромые сюжеты, но, тем не менее, это все весело в глянце подано, и вот и смотрят вот это вот. Понимаете, у нас все же, ну, немножко в защиту сказав этого всего, мне кажется, у нас все же еще это, кроме воспитания, культуры и вообще заботы государства об этом, еще происходит другая вещь, то, что у нас все-таки киноиндустрия всего 10 лет. Всего 10 лет, когда открылись нормальные чуть-чуть кинотеатры. Если вы берете где-то с начала 2000-х, когда открылись, да, абсолютно. И появились там, скажем, ну, как бы, хорошие, чистые, красивые, с долбьи звуком, кинотеатры и прочее, прочее, начался какой-то, хоть какой-то прокат, и в этом смысле у нас очень похоже на такой, знаете, как, ну, это же признак такой того, что это государство больное, когда есть очень богатые люди и очень такая бедная прослойка. Также у нас есть там супер такие вот, ну, как бюджетные фильмы, совершенно непонятные такие, как бы, мамонты на кривых ножках, и есть такой дремучий артхаус. А среднего класса нет вообще. Вот, ну, как бы, вот этот средний класс, который должен расти, он-то и двинет кино вперед, но это вот, ну, как бы, это такие проблемы, ну, взросления. Ну, да. Еще, если говорить о возврате к подлинности, а как вам, вот, скажем, эксперименты с черно-белым, то, что вот прошлые Оскары, то, что артист получил, как вам вот это вот? Да, по-моему, это очень здорово, и то, что, да, просто здорово, и все, у меня это вызывает огромное уважение, потому что это, когда давно уже кино как-то максимально просчитывается огромным количеством продюсеров того, сего, пятого, десятого, вдруг выходит какое-то совершенно, ну, как бы, про немое кино, немое черно-белое кино, скажет любому продюсеру, он упадет в обморок, ну, то есть, это, ну, как бы, все это, ну, как бы, не то, что до кино, до телевидения не долезет, и тут, ну, как человек разрушает вообще все, получает Оскаров, огромную кассу, и так далее, и так далее, как бы, я за все, что ломает такую схему. это какое-то, да, вот мне здесь показалось, хотя сам фильм, ну, так убедил первые две трети, последняя третья, она сползает на такую, так сказать, голливудскую слащавость, вот, но сам ход мне показался очень интересен, потому что, вот я пытаюсь и в нашем разговоре нащупать какие-то вещи, какие-то оселки, на которых можно вот противостоять этому гигантскому танку, который на тебя прет со всех афиш, под названием 3D, там, я не знаю, 4D, потому что, ну, не знаю, может быть, вообще произойдет как с книгами, какая-то вот такая бифуркация, действительно, так сказать, будет массовое кино вот в этом вот 3D, 4D и так далее, и будет пленочное, может быть, черно-белое, более арт-хаусное кино, как вот, так сказать, элитное потребление книг. Да, конечно, ну, понимаете, ну, да, да, так и есть, абсолютно. Вам бы не хотелось снимать вот такие большие бюджеты, 3D? Ну, я думаю, что это неправильная постановка вопроса, я бы просто хотел бы каждый раз иметь тот бюджет, который будет адекватен, замыслу, вот и всё. Ну, да, то есть, вы себя не позиционируете как камерного режиссёра, арт-хаусного режиссёра, или там. Да нет, да, ну, как бы, ну, понадобятся деньги большие, я бы, конечно, хотел бы, чтобы они были. Ну, да, да, то есть, чтобы это было. Ну, вам всё-таки в любом случае интересно российская жизнь, и вы снимаете кино именно о жизни, о российской жизни, о людях, как вот вы их видите из их диалогов, из их повседневных проблем. Ну, я просто другой жизни почти не знаю, поэтому я снимаю про то, что я хоть как-то пытаюсь разобраться. Следующие какие-то сейчас замыслы есть у вас? Ну, их много, но они настолько сейчас пока шаткие, что я даже не говорил бы про них. То есть, вы сейчас ждёте пока проката ну, ну, долго счастливой жизни, да? Не, ну, пишем мы сценарий, но как-то вот сейчас пока непонятно, за какой взяться. У вас, если говорить о фильме, который сейчас выходит в прокат, там есть проблема героя, который противостоит среде. Да. Это для вас важная проблема? Она как-то, скажем, коррелирует с нынешней ситуацией политической, что нужно что-то делать. Вы часто довольно цитируете, я смотрел вот то, что там Максим Семеляк говорит, что вот у нас новые тихие, что у нас вся очень тихая наша социальная среда, весь, так сказать, протест, который, говоря, слился. Вы ищете какого-то героя, который может противостоять вот этой новой тишине? Ну, наверное, да, наверное, да, и, но при этом я как-то совершенно не, скажем, не верю, что это произойдет в Москве, и совершенно не верю в то, что... Мне ужасно было приятно на всяких демонстрациях просто посмотреть, что довольно много хороших людей, каких-то приличных. Это какое-то было вот мне кажется, самая максимально важная штука, которая с этим демонстрациям произошла, это не протест, а то, что москвичи с удивлением узнали, что вообще мы все какие-то приличные. Что мы существуем, Что мы существуем, и что прям много народу какого-то очень симпатичного, потому что, мне кажется, москвичи в диком опасении жили последние там 10 лет друг к другу, и вообще как-то старались не смотреть друг к другу в глаза, а то вдруг как-то это вот полегче стало. А вся эта оппозиция, она, мне кажется, такая дурацкая, такая неинтересная и некреативная, что это просто разочаровывает. Ну, здесь, мне кажется, да, важны те разговоры между людьми, которые происходят, не то, что говорится с трибун, не те политические заявления, а то, что люди говорят друг другу на этих митингах. Мне кажется, в том числе те люди, которые опознали себя, это в большом числе и ваши зрители. Ну что ж, я благодарю вас за участие в этом эфире, это кинорежиссер Борис Хлебников, мы желаем удачи в прокате вашему новому фильму «Долгая счастливая жизнь» с апреля в кинотеатрах, идите, смотрите. Это была программа «Археология», я ваш археолог Сергей Медведев, доброй ночи и удачи. Продолжение следует...